Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами снова Роман Дусенко в программе «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Мне невероятно приятно вновь быть с вами, потому что то, чем занимается каждый из вас, это самое главное то, что мы делаем. Потому что ведя бизнес, управляя компаниями, вы делаете нашу страну лучше. Для того, чтобы каждому из нас жилось немного интереснее. Ведь насколько амбициознее, насколько интереснее вы, как руководитель, как собственник, поставите цели перед своим коллективом, перед своей компанией, настолько интереснее люди будут жить. Знаете, я недавно прочел одно исследование, которое мне кардинальным образом поменяло отношение к людям. 80% из числа всех уволившихся людей сказали, что не хватало в компании развития. Ни низкая зарплата, ни отношений, ни что-то еще. А им нужно было развитие. Так вот, ставьте перед собой амбициозные цели. А как сделать так, чтобы с людьми было эффективно управляться и работать? Мы сегодня поговорим с моим гостем. Маша Котова, HRD-директор агентства «Арена», входящая в состав холдинга АДВ, а также международной коммуникационной сети «Хавас». Привет. Доброе утро. Для того, чтобы людям, нашим зрителям немного проникнуться к тебе вот этой теплотой, которой мне повезло, я уже попил кофе с тобой с утра. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла в HR и почему HR стала твоим делом в жизни? Я не могу сказать, что обучаясь в университете, я уже знала о том, что я целенаправленно пойду именно в HR. Нет, это скорее произошло случайно. Я попала на практику, еще учаясь в университете, в кадровое агентство. Меня этот процесс действительно завлек. Мне понравилось. Я поняла, что я хочу работать с людьми. Это мое. Я не могу работать только с цифрами. Мне нравится баланс. Мне нравится живое общение. Мне нравится делать так, чтобы людям было комфортно работать. Класс. Смотри, но ты тут же самое дала мне, чуть не вырвалось слово обычное такое, дала мне такое как бы вилку. Ведь, смотри, последний тренд HR – digital. Да. И я точно так же, как ты, я очень люблю людей. Мне гораздо приятнее работать с людьми, чем с цифрами. Но как нам идти в будущее вместе, чтобы перевести наши физические отношения в digital? Все-таки цифры – это то, на чем сегодня системы принимают решения. Как нам научиться быть digital, но в то же время и сохраняя вот это отношение между людьми? Ну, безусловно, нужно соблюдать баланс. Digital – это важно, цифровые технологии – это наше будущее, но живое общение тоже никто не отменял. То есть нельзя на 100% ходить в цифры. Кстати, как ты относишься к тому, что люди большую и большую часть времени работают удаленно? Я отношусь к этому хорошо, я считаю, что это важная составляющая. Это тренд в последнее время? Это тренд, это то, что позволяет привлекать. У вас есть люди, которые работают удаленно в своих каких-то офисах или дома, может быть, даже в рамках компании, может, аутсорсинг какой-то? У нас есть так называемые фрилансеры, которых мы привлекаем. Это больше касается нашей креативной составляющей бизнеса. Люди творческие, их нельзя загонять в рамки с 9 до 6. У них получается хороший продукт именно тогда, когда мы предоставляем им возможность гибкого графика. Слушай, очень интересно, сразу несколько вопросов, но перед тем, как перейти к нашей основной теме. Вот креатив, да? Казалось бы, это вот основа того продукта, который мы видим, любая, ну, все, что мы говорим о рекламе, от вот этой вот творчества, неважно, какая она там и какой тип, сначала должна быть идея, вот там вот креатив, да? Может ли придумать фрилансер, где они у вас работают, там в Белоруссии, в Украине, в мире где-то там, да? Совершенно по-разному. Окей. Может ли придумать фрилансер какую-то идею для вашего клиента, не будучи полностью вовлечён в жизнь вашей компании, представляя вот… И вообще, как ты считаешь вообще корпоративная культура, о которой сегодня мы будем говорить, является ли необходимым и пронизывающим как бы вот все отношения, в том числе с фрилансами? Ведь зачастую ты можешь их никогда не видеть, как HR-директора. Как тебе, вот как ты считаешь, это важно для того, чтобы он создавал продукт именно агентства «Арена» или тут вообще уже тут HR не играет никакой роли? Нет, безусловно, это важно. В любом случае, сейчас речь идёт про диджитал, и мы общаемся с этими людьми, мы можем также общаться с ними в скайпе, мы созваниваемся. И наша внутренняя креативная команда, которая брефует фрилансеров, делится с ними драйвом, передаёт настрой, и это в любом случае командная работа. То есть, получается, они получают всю информацию от некой креативной команды, да? Конечно. И она должна быть не просто заряжена, она должна быть перезаряжена, чтобы отдать там чуть-чуть. Именно такая она у нас и есть. И ещё, мне всегда интересно, это правда напрямую не относится к теме нашей передачи, а как регулировать трудовую дисциплину у креативщиков? Причём, это знаешь, ты не поверишь, Маша, это, наверное, чисто российской практики вопрос, потому что, где бы я за границей не общался с компанией, а какой трудовой дисциплине? О чём вы имеете в виду? Мы работаем не за рабочий день, мы работаем за результат. Там никого вообще не волнует, когда я пришёл на работу. Главное, чтобы к такому-то моменту все промежуточные сороки выполнены, качество моей работы отвечает. А может, я, может, там в космосе буду работать. У нас всё ровно наоборот. Вот я даже знаю примеры, где суперкреативные дизайнеры одежды великолепной торговой марки, они вынуждены подчиняться трудовому распорядку. Ну, конечно, это в первую очередь связано с тем, что они работают в коллективе, но всё же, вот твоё отношение. Есть ли понятие трудовой дисциплины для такого рода людей? Безусловно, какой-то распорядок дня должен быть. Возможно, в нашей ситуации, в нашем агентстве очень повезло с людьми, которые подобрались в нашем классическом отделе, потому что у нас нет проблем с дисциплиной. Мы не загоняем их в жёсткие рамки, то есть никто не требует поминутного прихода на работу, не отслеживает фрукты, виски, кока-колы, всё лишь бы придумывали. У нас такая политика, в принципе, даже не только к креативу, но и к сотрудникам в целом, что не настолько важно, в какой промежуток времени ты сделала эту работу, главное, что ты сделала качественных сроков. Скажи, пожалуйста, нужно ли людям отпрашиваться в креативных агентствах, если им нужно по делам куда-то сходить? В любом случае, они ставят в курс дела руководителя. Интересно. У нас нет какой-то жуткой бюрократии в плане объяснительных записок и так далее. А можешь ли, например, сказать, что я сегодня поработаю дома? Конкретно я? Да. В принципе, да, я могу себе это позволить. Я не делаю это очень часто, но там могут быть определенные обстоятельства. Ну, то есть это не будет там сигнальная ракета, приказ о замечании, прогулы фиксируют, люди стоят с фотоаппаратами, когда ты вечер свернёшься. Нет? Конечно, нет. У нас, в принципе, у всех очень доверительные отношения с руководителями, руководство открыто, и да, я могу спокойно попросить. Ну вот, собственно говоря, мы с тобой подошли к, на мой взгляд, первой и важной вещи – роль руководства вообще в формировании корпоративной культуры компаний. Уважаемые зрители, я знаю, что многие директора и собственники смотрят наши программы. Сейчас вопрос именно к вам. Вот какова будет ваша роль в формировании корпоративной культуры? Роль руководства, акционеры, собственников, она самая непосредственная, потому что корпоративная культура, она изначально существует в любой компании, даже в самые малочисленные. Абсолютно, причём никто не знает, кто её создал. Она создаётся, можно сказать, автоматически, и так или иначе она существует. Вопрос в том, соответствует ли она задачам бизнеса или нет, то есть она может либо помогать им, либо наоборот… Окей, в какой момент, как ты думаешь, руководство понимает, что существует корпоративная культура? Я думаю, если что-то начинает идти не так. И что тогда? И кого перво дёргает? Тебя HRD так, слушай, у нас что-то не идёт не так, что делать, да? Ну, естественно, да, это какой-то коллективный должен быть процесс, должно быть принято решение о том, что нужно что-то менять, но в первую очередь к этому должно быть готово само руководство. Ты в этом случае, как ты считаешь, как HRD, это кто? Это наёмный сотрудник руководства, это его партнёр в HR, или это его консультант? Я бы сказала, партнёр-консультант. Партнёр-консультант, прекрасно. И вот, Маша, что делать? Мы сейчас говорим о том, что может нам помочь для создания корпоративной культуры, какие шаги. Ну, в первую очередь, корпоративная культура должна соответствовать бизнес-задачам, то есть мы должны для себя… Давай тогда, чтобы было всё-таки понятно, это значит априори в компании должны быть построены бизнес-цели. Обязательно. Если бизнес-цели нет, инструменты какие ты можешь порекомендовать, чтобы… ну, есть только понимание, а вот как понимание превратить в цель? Что вы делаете, исходя из твоей практики? Может быть, какие-то стратегические сессии, не знаю что. Стратегические сессии, естественно, можно привлечь консультанта, но опять же, консультант не должен сказать, что должно быть вот так-то и так-то, консультант должен помочь, помочь путём переговоров выявить. Мне всё время так нравятся твои ответы, потому что ты в них даёшь столько глубины. Скажи, пожалуйста, почему нельзя приглашать консультанта, или нет, давай по-другому, почему люди, приглашая консультантов, думают и верят в то, что консультант за них придумает им решение? Может быть, это специфика российского менталитета. Не хотят менять ответственность на себя? Да. Окей, итак, то есть, сначала есть бизнес-цель, сначала есть бизнес-показатели, и только уже потом мы приступаем к формированию корпоративных. Конечно. Как они связаны, как они пронизывают эти показатели, всю культуру? Почему это так важно? Они связаны с ценностями, то есть, после того, как мы определяем бизнес-задачи, мы должны выявить ценности, которые для нас важны, и эти ценности будут отражаться в наших сотрудниках, а эти ценности будут являться фильтром отбора. Слушай, ну 90% российских компаний всей ценности написаны на сайте, причем я знаю многие компании, в которых говорят, а нам консультанты разработали, это вот предыдущая работа. Это не должно быть формальным подходом. Вот разработать ценности – это номер один, но это вот, я вот, на мой взгляд, это из 100% работы с ценностями – 5%. Вот что ты думаешь о этих 95-ти, это что дальше? А ценности должны быть именно рабочие, это не должен быть формальный подход. Как? Это не то, что должно просто быть на сайте, а работаем мы по-другому. Научи нас, как, пожалуйста, чтобы люди, сидящие за столами сейчас, возможно, ну, там прямая трансляция же, мы живем в диджитал мире, сейчас сотрудник твоего агентства сидит такой, попивая кофеек возле компьютера, так, про ценности, сдать не знаю никакие ценности, или наоборот? Ну, повторюсь, наверное, о том, что ценности должны все-таки отражать бизнес-задачи, иначе просто получится, что корпоративная культура будет существовать отдельно. Окей. Какие ценности у компании «Арена»? Ну, мы в первую очередь ориентируемся на наши задачи, мы являемся рекламным агентством, у нас основная задача – это клиентский сервис, это качество клиентского сервиса. Как ценность сформирована, сформулирована, это как звучит? Сервис превыше всего? Ну, сервис превыше всего, конечно, клиентский сервис, это наше первостепенность, чтобы клиент был доволен, чтобы клиент был удовлетворен качеством. Делали ли вы какие-то расшифровки этих ценностей? То есть, сервис превыше всего, это, знаешь, для нас клиент важнее всего написано везде, а вот понимание этого, насколько каждый сотрудник в агентстве понимает именно, если какая-то расписанная, что такое сервис для нас, сервис для клиента, сервис для сотрудника, сервис по отношению друг к другу, чтобы у него было чёткое это понимание, вот как вы смогли это донести? Ну, конечно, это работа руководителей с подчинёнными в первую очередь, наш менеджмент очень активно занимается развитием своих людей, доносит до них соответственно. Сколько из примера численности агентств? 120 человек сейчас. Сколько руководителей вообще и того? Ну, руководителей порядка 30%. Это где-то 40 человек, да, получается? То есть, ну, генеральный директор не сможет со всеми 40, то есть, получается, здесь каскадное какое-то, да? Конечно, генеральный директор есть первая линейка подчинённых. Какова твоя роль вот в передаче вот этого видня от одного каскада к другому, помогаешь ли ты им, вот что ты, как ты им рекомендуешь это делать? Конечно, я помогаю, я вовлечена в процесс постановки задач, я вовлечена, я принимаю участие, я напоминаю о необходимости корректировать задачи, давать обратную связь, я очень активно вовлекаюсь в период адаптации вновь пришедших. О, об этом давай с тобой потом отдельно поговорим, мне кажется, это очень важная тема, особенно с учётом молодого поколения, которое сейчас приходит. Да, совершенно верно. Вернёмся опять же к ценностям. К ценностям, что ещё, какие ещё ваши ценности ключевые? Помимо сервиса мы оказываем креативные услуги, соответственно, креативность, нестандартность мышления, это тоже одна из ценностей. Ну и естественно, мы идём в ногу со временем, мы уже говорили про диджитал. Соответственно, бизнес сейчас мощно трансформируется именно в диджитал и технологии, соответственно, мы смотрим и туда тоже. В любом случае, всё, что касается клиентского сервиса, даёт понимание, что основная наша ценность – это люди. То есть, мы все ресурсы вкладываем в развитие наших людей. Если мы наберём отзывы работников о компании, знаешь, что, как больше часто, первый человек, когда идёт, пишет отзывы работников о работодателе, какой тон вот этих вот отзывов, есть ли вообще отзывы о сотрудниках? Да, отзывы есть. Что пишут люди, которые работали или работают, что им не нравилось? Я думаю, что в любом случае всегда есть недовольные. Но ты считаешь это, что это инструмент для того, чтобы стать лучше? Конечно. Но мы больше ориентируемся даже не на отзывы о компании, которые пишут люди, даже просто сходившие на собеседование, не работавшие у нас. Мы проводим ежегодную оценку климата в коллективе. Интересно, вот сколько лет ты уже в арене? В арене чуть больше четырёх. Вот какой тренд вот этой удовлетворённости ты замечаешь? Что происходит вообще с людьми с учётом всех происходящих событий на рынке, внутри компании? Ну, если сравнить с показателями четыре года назад, то показатели качественно выросли. То есть, люди стали довольнее. Жить стало лучше, жить стало веселее. Есть, естественно, факторы, которые всегда остаются в топе того, что людям не хватает. Это в первую очередь все сотрудники всегда хотят больше тренингов, больше обучения. Но это тренд, наверное, всех компаний. Отдельная воля, отдельная тема. Итак, ценности. Мы с тобой простроили эти ценности. Как сделать так, чтобы люди действительно опирались на эти ценности в принятии ежедневных решений? Есть ли у тебя такой опыт и такой инструмент, который позволяет добиваться этих результатов? В первую очередь в эти ценности должен поверить руководитель и принять их как руководство к действию. То есть, правильно я тебя услышал, что если руководитель ведёт себя в соответствии с ценностями, которые он же провозглашает, тогда люди начинают верить. Брать с него пример, конечно. То есть, необходимо не допустить ситуацию двойных стандартов. Это тоже бывает, наверное, даже больше российского бизнеса специфика. Когда что-то сверху спустили, сотрудники пускай это принимают, а мы топ-менеджмент, мы как бы сами по себе. Вот это вот ни в коем случае нельзя. Также нельзя и насаждение какой-то культуры. Вот мы пригласили коуча, он нам всё придумал, мы сейчас это будем адитировать и внедрять. Я тебе расскажу два кейса интересных. Один – это пословица по поводу того, что большой босс вызывает своих подчинённых, ему рассказывают о проблемах. Он стучит такой, чтобы я больше не слышал никогда об этих проблемах. Конечно, он больше о них никогда не услышал, и компания через какое-то время просто развалилась. А вторая тема по поводу быстрых решений. Я приглашал чар-директора «Адидас», и она мне рассказала очень интересный кейс. «Адидас» вдруг ни с того ни с сего решил, осознал, что он, оказывается, имеет отношение к спорту. Они говорят, так, всё, мы теперь спортивная компания, так, из столовой гамбургеры, чизбургеры, всю нездоровую пищу, всё только, знаешь, такая health food, так, всем на тренировку, всё остальное. Через какое-то время мы смотрим, рекой потекли пицца в столовой, в офисы, всё остальное, понимаешь, что что-то не так. И потом они осознали, что, конечно, такими рубить с плеча не получится. И они разработают уникальную программу, которая называется «Вовлечение я», то есть как бы как добавить в свою жизнь спорт. И она не быстрая, она там достаточно продолжительная по времени, и вот через несколько времени компания начала меняться. И через внутренний запрос они стали «Здоровое питание», «Спорт». Теперь ни для кого не возникает вопрос, если ты назначаешь кому-то совещание, вот они мне рассказывают, «Ак, извини, я на тренировку иду, я не могу, всё, окей». Совершенно интересно. Вот как раз два подхода, чтобы я больше не слышал там, и как бы организм. Как вам удаётся сделать так, чтобы у вас всё это функционировало? У нас достаточно доверительное отношение сотрудников с руководителями, но это в первую очередь заслуга руководителя, потому что руководство открыто. Открытость. И это в первую очередь, наверное, такой основополагающий момент. Готовы всегда выслушать какие-то инициативы, предложения и готовы предпринимать действия по изменению каких-то негативных моментов, если они есть. То есть, например, я рядовой самый сотрудник, самый джуниор, могу подняться к Олегу Лещуку и сказать, «Слушай, Олег, хочу с тобой поговорить». Он скажет, «За ними нет времени». Нет, он так не скажет. А ты с какого подразделения, с начальником с вами поговори? Нет. Вообще ты кто? Нет? Олег очень поддерживает все ценности, и как раз Олег мне… Конечно. Он может сказать, конкретно сейчас не могу, но давай с тобой обязательно поговорим в удобное время. Почему этого не происходит в других компаниях? Вопрос, наверное, к личности руководителя. То есть, и то, как руководитель видит вообще своих сотрудников. У вас кабинетная система или open space? Руководители сидят… Генеральный директор, акционер, они сидят в своих кабинетах, естественно, в силу конфиденциальности информации, которые работают. А вы в open space? Большинство руководителей подразделений сидит вместе со своими сотрудниками, да. Принято ли у вас задерживаться, а приходить в выходной день, если это нужно? Как люди вообще воспринимают это? Еще одна из наших ценностей – это то, что мы следим за соблюдением баланса между работой и жизнью наших сотрудников. Да, естественно, мы работаем в рекламном бизнесе, и все прекрасно понимают, что есть дедлайн, есть тендер. А, да, все понятно. Бывают периоды, когда просто необходимо задерживаться, но мы не считаем, что это норма. То есть мы относимся к переработкам плохо. Супер. У нас бывают работы в выходные, но, естественно, мы предоставляем людям возможность взять ДО, например, потом. Я думаю, что… Итак, корпоративная культура как элемент управления. Мы с тобой определили, что первое и самое главное – это воля руководителя для того, чтобы это было, да? Руководитель подает пример. Руководитель подает пример. Мало того, руководитель замечает и понимает, что корпоративная культура является инструментом тогда, когда, в принципе, что-то пошло не так, и он понимает, что нужно что-то менять, это второе, это ощущение того, что что-то нужно делать. Третье – фундамент ценности, для того, чтобы выработать эти ключевые ценности, в рамках которых ты и строишь эту корпоративную культуру. Что еще является фундаментом этой корпоративной? Может быть, стратегия или стратегические цели? Ну, стратегические цели бизнеса, естественно. Бизнес, а, бизнес-цели. Бизнес-цели, мы, собственно, начали с того, что мы, исходя из них, уже формируем ценности наши. Все, окей, выложили такой фундамент, и тут, наверное, начинается твоя роль, как HR. Как теперь из этого вырастить нечто неосязаемое, которое нельзя почувствовать, которое называется корпоративная культура? Что вообще для тебя такое корпоративная культура? Для меня корпоративная культура – это набор стандартов, правил поведения, общения, всего того, что происходит в организации, ну, иными словами, это то, как здесь принято относиться к работе, к деньгам, к свободному времени, к стрессовым ситуациям, собственно, базовой установке руководителя на все эти процессы. Это не всегда то, что можно регламентировать. Естественно, часть того, что можно регламентировать, обязательно нужно зафиксировать в удобном формате, но часть из этого все равно остается, как ты уже сказал, на уровне ощущений. Вот, поэтому, наверное, это в первую очередь какие-то истории, мифы, легенды. Расскажи какую-нибудь интересную историю, которая могла бы, ну, у вас является частью корпоративной культуры. У нас много таких историй. Я думаю, что немалая важная часть нашей корпоративной культуры – это то, что огромная часть руководящего состава пришла к нам с нуля. То есть, они пришли абсолютно студентами, выпускниками вузов, еще не имеющими понятия о том, что они хотят делать, и выросли действительно там в очень высоких руководителей, включая SEO нашей сети. Поэтому у нас как раз вот это вот наставничество, предемственность, то, что люди рассказывают друг другу, то, что там годами тянется. Ну, например, вот какой-нибудь такой интересный кейс из того, что вот вы молодым рассказываете, когда они приходят. Они спрашивают, а что у нас с карьерой будет? Вот у нас карьера. Вы знаете, наш генеральный директор пришел тоже когда-то, как вы, да? Да, да. Вот мы рассказываем, как у нас наш SEO пришел как-то курьером, и за 10 лет он вырос до генерального директора. Какие, на твой взгляд, качества нужны человеку, чтобы вырасти от курьера до генерального директора? В первую очередь, это целеустремленность, конечно. И, ну, я считаю, что основное качество, мы стараемся придерживаться при приеме людей на работу, это рефлексивность, то есть это умение реагировать на обратную связь, быстро корректировать свое поведение, свой функционал, и хотеть развиваться, то есть постоянно двигаться дальше. Маша, мне кажется, ты сейчас одну очень важную вещь сказал. Мы создали фундамент, да? А теперь надо этот фундамент наполнить людьми. Понятно, что кто-то из тех, кто уже есть, и вот когда начинаешь эту кашу варить, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится, кто-то может сказать, ой, нет, мне ваши ценности не подходят, я тут работал спокойно, вот я теперь пойду в другую компанию. Остаются лучшие, и теперь начинают приходить новые. Как на этапе подбора подбирать или… нет, наверное, прям такое неправильное слово. Как сделать так, чтобы в компании стало домом для тех действительно классных специалистов, которые вольются в эту семью? Ведь, на мой взгляд, можно сравнить корпоративную культуру с семьей. Абсолютно согласна. Итак, как наполнить наш дом хорошими жителями? Ну, собственно, для этого мы формируем ценности, потому что как компания выбирает людей по принципу свой-чужой, мы ориентируемся на наши ценности и смотрим в человека, их разделяет или нет. Так и кандидат на рынке тоже выбирает компанию по принципу своей-чужой. Ты принимаешь активное участие в собеседовании? Конечно. Были ли у тебя случаи, когда декларируете ценности, ты понимала, что у человека глаза потухают, ему не нравится? И он говорит, нет, мне это не подходит. Ну, обычно кандидаты всё-таки не говорят прямым текстом, мне это не подходит. Но ты чувствуешь, да? Но мотивация человека чувствуется, да. Во-первых, это очень просто распознать вопросом, что вы о нас вообще узнали, что знаете, что вам из этого нравится, что отзывается. И если человек говорит вещи, которые его замотивировали к нам прийти, и эти вещи мы разделяем, то это уже зачатка успеха. Ты знаешь, так интересно, я вспоминаю, когда я был руководителем банка, лучшие мои сотрудники, они врывались прямо к нам, знаешь, вот как бы там люди писали в чатах, там на собеседе. Я помню, пришла одна девушка, она села такая, знаешь, запыхавшаяся, такая, у меня такие огромные были волосы, такая прическа, она говорит, я очень хочу у вас работать. И всё, вот я просто, вот возьмите меня, и вы об этом не пожалеете. Ну, как можно не взять такого человека, да? Вот у тебя что-то было подобное? Да, у меня было подобное. Ну, это больше, правда, относится к людям такого начального уровня, но мы известная компания на рынке, да, многие действительно хотят у нас работать. То есть, постоянно идёт поток резюме, несмотря на то, что есть у вас вакансия или нет, просто люди хотят. Поток резюме, да. Есть HR-бренд, который вы сформировали? Есть HR-бренд, как внутренний, так и внешний. Скажи мне, пожалуйста, что является основой для формирования правильного HR-бренда внутри компании? Это информированность сотрудников о процессах, происходящих в компании, о том, куда движется бизнес, какие у нас цели, куда мы идём. То есть, важно, чтобы каждый сотрудник понимал, зачем он делает свою работу. Как это достигается у вас? Это достигается путём открытий руководства. И как часто руководство вообще общается со всеми? Очень часто. Одна из наших ценностей – это живое общение с руководством. То есть, ну, как это происходит? Всё-таки много человек, сколько я, 120 человек, да? Да. И получается, ну, не соберёшь же их всех в одну кучку, ты с кем-то общаешься, потом ты думаешь, что тебе расскажут следующее, мы следующие. Или бывает такое, что всех вообще собирают? Бывает такое, что собираются все. У нас-то происходит общий год такой, нет, раз в квартал, раз в три месяца. Серьёзно, вы собираете все? Обязательно, да, мы собираемся все, называется квартальная пати, ну, такой неформальный способ общаться. Это такой прямой разговор с СЕО, да? Это прямой разговор с генеральным директором, с акционером, причём он происходит в таком достаточно неформальном формате, то есть, это действительно вечеринка. И некий месседж, который они… Да, руководители рассказывают о каких-то изменениях, о том, чего мы уже достигли, что вот за три месяца произошло классного, если мы сделали какие-то крутые проекты, коллеги обязательно этим делятся, там, креатив показывает кейсы, а после начинается… Есть у вас какая-то внутренняя система, там, награждения лучших сотрудников? Есть, обязательно. И я вот хотел бы спросить, не просто про деньги, да, а о чём-то вот нематериальное, вот как вообще у вас работает? Нематериальная мотивация, конечно. Конечно, это сейчас даже, наверное, в какой-то степени тренд, то есть, финансовая мотивация немножечко на второй план уходит. Ну, деньги, конечно, нужны, нет, но похлопать по плечу, это, на мой взгляд, было бы самое классное. Мы обязательно на тех же наших квартальных вечеринках поощряем с особо выделившихся сотрудников. Ну, это какие-то приятные мелочи. Какой-нибудь кубок, там, грамоты какие-нибудь дарите? Кубки грамоты скорее нет, это больше какие-то прикладные вещи, например… Айфон там какой-нибудь, да? Посещение СПА у нас есть, билеты на какие-то профильные рекламные мероприятия, там, Каннские львы, например, или что-то такое, билеты в кино, то есть, каждый раз это равное, ну, по два на персону, конечно, то есть, сотрудник может сходить там с другом, с членом семьи и так далее. Массаж, ну, то есть, это разные такие вещи, мы обязательно поощряем, плюс, если сделан какой-то классный проект, выигран тендер, руководство обязательно пишет об этом всем, выделяет конкретных людей, благодарит. У вас какой-то интернет есть, чтобы вот видно было, чтобы можно было напрямую задать вопрос руководства какой-то в… Он в разработке, но он обязательно будет. В конце концов, в WhatsApp-е всегда может… В WhatsApp-е всегда, ну, то есть, в принципе, генеральный директор, любой человек может прийти в любое время дня, просто вот открыв дверь и сказать, Руслан, можно я на минутку зайду, у меня вопрос. Это… Класс, смотри, а как теперь развернуть этот HR-бренд вовне, то есть, что нужно сделать, чтобы в рынке все понимали, что крутой HR-бренд. Ну, если внутри все хорошо, это, в общем-то, отражается и вовне тоже, ну, естественно, это пиар. Это пиар, это… Пиар самого агентства, деятельности. Пиар самого агентства, деятельности, конечно. Люди рассказывают друг другу своим коллегам. По большому счету, даже сейчас рассказывать ты о своем агентстве, это же тоже пиар. Конечно. Вот какой месседж ты бы могла послать кандидатам, которые бы хотели работать в вашем агентстве? Приходите к нам в арену, у нас прекрасно. Хорошо. Мы работаем по привлечению молодых специалистов с вузами, принимаем участие в различных мероприятиях. Скажи, пожалуйста, а уволившиеся сотрудники являются ли носителями бренда? Конечно. Что нужно сделать, чтобы… Это очень хороший кейс, мне кажется, мы сейчас можем немножко обсудить. Что нужно сделать, чтобы человек, уходящий из компании, в любом случае говорил, отзывался о компании хорошо, как бы то ни было. Нужно в любом случае расставаться с ним на дружеской ноте. Неважно, по чьей инициативе это происходит. Опять же, ценность люди всегда надо оставаться людьми. Конечно, минимум конфликтов, мягкое урегулирование каких-то негативных ситуаций. Помнишь, это известная штука, что если тебе хорошо, ты расскажешь 10 человек, а если тебе плохо, ты расскажешь 100 людьми. Конечно. То есть, и вот тут, тем более социальные сети сегодня, это же, она распространяется прям как вирус какой-то. Абсолютно. Нет, мы всегда расстаёмся с людьми в хороших отношениях. Маш, знаешь, у меня вот ещё одна такая проблема волнует. В России, к сожалению, порядка 70% людей, приходящих на испытательный срок, не проходят его. Проблема здесь заключается в следующем. Вернее, я неправильно сказал, что 70% непрошедших испытательный срок людей в России отметили главной причиной отсутствия адаптации. То есть, их просто взяли и бросили. То есть, как ты выплываешь, что с тобой будет, ты не поверишь. Моя вторая работа не только консультированная компания, но и коучинг первых лиц. У меня есть специальная программа. Твои первые 90 дней. Так вот, когда обращаются ко мне топы и говорят, что с ними никто не занимается, для меня становится очень вопрос. Знаешь, почему очень серьёзные компании? Почему, во-первых, расскажи, насколько важно ты считаешь, что такое адаптация, как у тебя организовано, и почему ты считаешь, что если не делать адаптацию, то это шар в никуда? Полностью согласна. Очень хорошая существует на этот счёт фраза, что люди приходят работать в компанию, а уходят от руководителя. Точно. И очень важную роль в процессе этого процесса адаптации несёт именно руководитель. Даже если приходит сотрудник, квалифицированный… Понимают ли руководители, что адаптация – это не твоя задача, как и чарли, а его задача? Мы очень много работаем в этом направлении. Я там не устаю и постоянно говорю руководителям, как это важно. Я контролирую процесс вхождения сотрудника плавного в работу. Я и руководителя дёргаю постоянно на этот счёт. Ты спросил, ты уточнил, ты поставил задачи. Точно поставил. Покажи мне их. Давай вместе, если у тебя есть проблемы какие-то, давай вместе посмотрим, там, получше сформулируем. Я с самим сотрудником несколько раз встречаюсь в период воспитательного срока, просто подружеской зову его к себе, там, чай с конфетками, давай, там, расскажи, как у тебя дела, что тебя волнует, всё ли тебе понятно в работе, поставили тебе задачи и так далее. То есть, я выступаю там в роль поддержки для руководителя в период адаптации. Но мы всегда и постоянно руководителям вкладываем осознание того, что его роль номер один. Люди меняются. Вообще, прям, помнишь, эти поколения 60-х, 70-х, мы-то, я там 70-х, ты молодая, красивая. Сейчас приходят ещё моложе, ещё красивее. Откуда они берутся, что с ними делать? Как же, а это же другие люди совсем. Это абсолютно другие люди с другим мировоззрением. Им сейчас около 20+. Это люди, родившиеся, ты знаешь, очень интересное исследование провёл Сбербанк, я, если я тебе пришлю ссылку, они исследовали новое поколение. И вот три самых главных тренда. Они родились с кнопкой на пальце, ну, то есть, они в диджитал. Второе, для них очень важно социализация через онлайн. Им не нужно, знаешь, пойти обняться и пойти кофе попить куда-то в кафе. Нет, им чаты, да. Третье, самореализация и поиск смысла жизни в 20 лет. Представляешь, у нас это происходит в 45, если у кого-то происходит вообще. И последний тренд, что самое главное, работа должна приносить удовольствие. Да, совершенно верно. Правильно ли они попали в точку с этими трендами? И что ты делаешь с такими людьми? Это абсолютно так. То есть, это уже не те люди, которые готовы работать с утра до ночи несколько лет, чтобы добиться через пять лет какого-то повышения. Нет, это абсолютно не так. Это действительно люди, которые в первую очередь крайне следят за балансом между работой и личной жизнью. То есть, они не готовы проводить на работе много времени. У них там основной фокус на развитие помимо офиса. То есть, мы действительно иногда с руководительницами все на них поражаемся, насколько человек в свои 19 лет успевает посещать такое огромное количество различных семинаров, каких-то кружков. Это трек-уш последний, да. Вот все подряд. Да, они абсолютно диджитальные. И, как я уже говорил, мы двигаемся в сторону диджитализации нашего внутреннего информационного пространства. Это обязательно будет. И основной момент – то, что этим людям нужно ставить очень краткосрочные цели и задачи. Они работают на быстрый результат. То есть, они спринтеры, они не марафонцы. Да, они спринтеры. Им нельзя сказать, вот тебе сейчас твои задачи, вот тебе таблица Excel, отчет, счета. Через полгода мы с тобой встретимся, я тебе дам обратную связь и расскажу, что дальние шаги нет. Во-первых, нам надо давать обратную связь day-to-day в процессе работы. Никто не отменял, естественно, более такие официальные мероприятия, там полугодовая оценка. Это тоже важно. Но этим людям недостаточно раз в полгода что-то сказать. Их нужно делать постоянно. Просто вот в процессе работы хвалить даже за какие-то маленькие достижения обязательно. Ну, это, в принципе, касается не только молодого поколения, но и всех сотрудников. Им важно видеть какой-то результат быстро. То есть, ты это сделаешь, у тебя там будет какой-то промоушен, или ты перейдешь на другой уровень задач. И таких людей важно вовлекать постоянно в интересный проект, который касается бизнеса. То есть, даже если приходит ассистент, который там в первый год, основная его обязанность заниматься документами, то все равно потихонечку вовлекать, ставить какие-то задачи на развитие, чтобы он видел не только счета клиентов-подрядчиков, чтобы он видел, как люди общаются с клиентом, как-то нужно делать какие-то интересные проекты, постепенно его посвящать, чтобы у него было понимание, чем занимается агентство, и чем он будет заниматься в скором будущем. Слушай, знаешь, интересно, ты мне сейчас рассказал об этом, про это поколение и про счета. Я в Смоленске был как-то на конференции, проходящей с бизнесом, молодой бизнес, все остальное, и там выступала одна компания, которая делает бухгалтерские услуги для предпринимателей. И вот она говорит, мы тоже работаем с молодыми предпринимателями, и зачастую у них дисциплина, она как бы вообще отсутствует. И вот чтобы мы как-то привлечь внимание, наши счета, вот они счета выписаны на цветной бумаге, они делают такого человечка смайлик, я хочу домой, подпиши меня, пожалуйста. Ты его знаешь, вот через эмоцию, то есть обрати внимание, ты сказал очень важную вещь, и вот этот показатель говорит нам о том, что рациональное отношение к людям, сделал или сделал, не сделал, зарплата, год, месяц, переходит в эмоциональное отношение. То есть они должны чувствовать эмоциональную привязанность, они должны чувствовать эмоциональное соответствие, сопряжение, они должны испытывать эти эмоции на работе. Как тебе, как и Чару, удается сформировать состояние эмоционального наполнения работой, вроде казалось бы, даже быть какой-то обычной? Ну, у нас тоже есть свои маленькие фишечки, скажем так, для персонала. Вот если, допустим, говорить об адаптации, у каждого нового сотрудника в первый рабочий день на столе, когда он приходит, стоит баночка с конфетками брондированной, где написано «Welcome to Arena». Это мелочь, мы ввели это недавно. Это прекрасно. Но я заметила, что, ну, обязательно, вот еще к слову, я провожу со всеми сотрудниками, прошедшими испытательный срок, вот только-только, такой мини-опрос, что им нравилось, что не нравилось, что бы они добавили, какой самый яркий момент. И люди стали писать в этих анкетах, что было очень приятно удивлен вот этой вот баночкой с конфетками. Это настолько мило, у меня такого еще не было. Что делаем еще? Ну, естественно, у человека есть сформулированные задачи. Как бы банально это ни звучало, но это очень важно. Основа – это бизнес, в любом случае. В любом случае, да. Где четко прописаны его ключевые показатели эффективности, как он будет этого достигать. Есть вес каждой задачи, и человек ясно понимает, что он должен в первые три месяца сделать. Также у него есть, ну, это тоже задача руководителя, и, как я уже говорила, мы стараемся это внедрять, вот просто постоянно напоминать доступ ко всей информации. То есть ему там на период адаптации он знакомится обязательно со всеми отделами, у него складывается понимание, какой отдел чем занимается. То есть стараемся там за максимально короткий срок его познакомить со всеми департаментами, чтобы он видел какую-то общую картину. Потому что зачастую, если человек там как придет в первый рабочий день, сядет на свое место, и через три месяца до сих пор не будет знать, кто сидит там за соседним столом. То есть это ужасно, такого быть не должно. Не поверишь, время нашей программы уже пролетело. Осталось там буквально пять минут. Скажи мне, вот мы, я просил тебя подумать, а так как наша программа все-таки я хочу, чтобы она носила практический характер, можем ли мы с тобой сейчас пробежаться вновь по пошаговому алгоритму какому-нибудь, что у людей, смотрящих на наш программ, у предпринимателей, у собственников, у директоров по всей нашей России сложилось некое принимание, что корпоративная культура – это не просто что-то, что написано в многих бизнес-книгах, а это его реальный инструмент управления компанией. С чего начать, как поддерживать и что делать, чтобы она действительно была как инструмент управления. Вот прямо, если можешь, как бы так пошагово. Как ты это думаешь? С чего начали? Это, в первую очередь, определение бизнес-стратегий, задачи, откуда вытекают ценности, формирование этих ценностей. Дальше, принятие руководством того, что нужно меняться, нужно эти ценности транслировать и подавать пример. Дальше, нужно создавать единое информационное пространство для сотрудников, чтобы они понимали, они знали все основные каналы коммуникации, где какую информацию получить и были всегда в курсе всех событий, происходящих в компании. Нужны, конечно, уникальные традиции и опыт, но корпоративная культура не создается за один месяц. В любом случае, на это уходит, я считаю, как минимум года три. То есть, должно смениться какое-то количество сотрудников в компании, чтобы корпоративная культура состоялась. Нужно работать с лидерами, с руководителями, как с формальными, так и неформальными, которые тоже являются носителями общего мнения, драйверами бизнеса. Ведь драйвер-руководитель – это, по сути, 70% успеха, перформанса его команды. Поэтому с этими людьми нужно работать, чтобы они тоже вкладывали, вовлекались в создание вот этой корпоративной культуры, были трансляторами, носителями, наставниками. Нужно уметь благодарить сотрудников за хорошую работу. Это банально, но это очень важно. Причем не только за деньги, да? Нет, нужно просто хотя бы говорить спасибо. Говорить спасибо коллеге, у нас даже прописано в правилах наших внутренних коммуникаций. То есть, мы обязательно говорим спасибо. Нужны работающие инструменты обратной связи. То есть, нужно обязательно давать сотрудникам всех уровней обратную связь. Даже если это заместитель генерального директора, генеральный директор должен часто давать ему обратную связь. Как бы даже не казалось, что этот человек высокого уровня, он там сам все знает. Нет, это нужно любому человеку, неважно, какую позицию он занимает. Нужно уметь управлять потоками неформальной информации. Слухи закладывают настроение. С ними бороться очень сложно. То есть, тут подход как бы быть открытым к обсуждению проблем. Открытым максимально открытым, да? Да. Ну и, соответственно, нужно вовлекать в создание корпоративной культуры не только себя как руководителя HR, но и сотрудников самих. То есть, можно у них спрашивать, что им не хватает, что они хотели бы еще. Приходили с инициативами, и их инициативы воплощать в жизнь. Спасибо тебе огромное. Я не знаю, как многие мои слушатели или как вообще спикеры, которые говорят, но для меня каждый спикер – это, знаешь, как курс MBA. Вот сегодня у меня там была сессия по корпоративной культуре. Вот даже сейчас, за эти несколько минут, я записал себе 10 основных принципов, которые формируют корпоративную культуру в компании. Уважаемые руководители, если вы до сих пор еще не задумались о том, что корпоративная культура является для вас инструментом управления, то я рекомендую вам начать со следующего. Посчитайте, сколько стоит уволенный сотрудник, ушедший во время испытательного срока. Не просто, что он, там, две зарплаты, которые вы ему заплатили. Добавьте налоги, добавьте время руководителей, которые подбирали его. Добавьте время существования вакансий, когда вы не получали нужную прибыль. Добавьте стоимость аренды, стоимость стола, стоимость стула и так далее. Добавлю. На испытательном сроке сотрудник только на 30% свою эффективность проявляет. Добавьте то, что он вообще вам ничего не принес. Вот, знаете, здесь вот такая классная штука. Вот представьте, что, пусть это не очень красиво звучит, но представьте, что сотрудник – это станок. Вот вы его купили, вы еще только налаживаете, еще только обучаетесь с ним работать. Потом он начинает делать какие-то детали, он начинает выпускать брак. Через какое-то время он начинает работать. Через какое-то время его работа начинает окупать его обслуживание. Через какое-то время накопленный эффект его обслуживания начинает окупать стоимость оператора. Через какое-то время накопленный эффект начинает окупать стоимость оператора, его обслуживание и, возможно, возвращает стоимость, инвестируя в него. Так вот, реально сотрудник окупается через год эффективной работы. Ну, есть разные сроки, но в среднем, в таком стандартном бизнесе, который не занимается сверхприбыльным. А вот обычно, нормально, сегодня мы уже не развивающиеся рынки, у нас уже прибыль не 100%, а хорошо бы 15-20, в некоторых случаях и 6-8 считается хорошим. Посчитайте эту сумму, я уверен, что она вас шокирует. А потом задайте себе вопрос, если бы вы вместе со своими руководителями создали корпоративную культуру, в которой ответственность лежала бы на вас, адаптация, как элемент управления культурой помогла бы этому сотруднику войти, корпоративная культура стала бы принципами, в которых, например, люди, сервис, что-то еще, стали бы основывающими правилами, возможно, вы бы не потеряли этого человека. А может быть по-другому, вы бы приняли того, который бы точно остался. И все это формирует вашу бизнес-устойчивость. Ведь ради всего, компания делается не ради корпоративной культурии, а ради прибыли. В любом уставе это записано. Так вот, для того, чтобы получать прибыль, нужно думать о корпоративной культуре. Да, совершенно так. Это действительно мощный инструмент управления. И самый, наверное, такой важный момент и важность корпоративной культуры в том, что она позволяет сгладить порог между личными целями сотрудника и целями компании. Объединяет их. Сопряжение между целями. Объединяет и позволяет достигать совместно в цели и сотрудники работают эффективнее. Не тратят время на конфликты, у них выстроено из-за понимания. Нет разногласий, соответственно, они работают эффективнее. Снижается текучка. И мы видим одни плюсы. Спасибо тебе большое. С нами была Маша Котова, чар-директор агентства «Арена». И мы сегодня поговорили об очень важной теме корпоративной культуры. Мы будем смотреть за вами, делитесь интересными находками в корпоративной культуре. Мне кажется, еще очень важный тренд – открытость. Если компания делится своими best practices, и другие компании хотят делать то же самое, что они, клиенты, начинают разделять ваши ценности. И тогда они становятся не разумными клиентами, а постоянными, что приводит наш бизнес к успеху. Всем хороших дней, отдыха, работы. До следующей встречи на «Бизнес-завтраке» на Радио Медиаметрикс. С вами был Роман Дусенко. Пока. До свидания.